Итак, господа, значит, собрались мы здесь по одной простой причине, мне не нравится то, что происходит у нас в Альянте, то, что происходит у нас с Явкой и то, что происходит у нас вообще в принципе с мотивацией людей и прочим-прочим. В принципе, хорошо, что получилось именно так именно сегодня, потому что вы сами можете видеть, что только в канале Red Alliance сейчас сидит 232 человека, а флот у нас 178. Это с дичами. Я думаю, не надо объяснять, что это неправильно и я даже не знаю, как подобрать правильный эпитет к тому, что происходит. То есть, ребята, если вы не хотите ходить на КТА, ну, не знаю, как бы. Ладно, точнее, я-то знаю, конечно, но это будет чуть дальше. Значит, в связи с последними событиями, в связи с тем, что нас атакуют на трех фронтах. То есть, первый фронт, это у нас Роуэ и Стейн атакуют Томмиста Тенерифис, Триповой атакует Кетч и Менсию, ну, больше Кетч, конечно. И всякие гипси атакуют нам Верфи и прочее-прочее. Значит, в связи с этим, ну, пора встряхнуть наш Альянс, который окончательно скребасился, будем откровенны. Потому что то, что я вижу, это полный пиздец. Значит, что будет сделано? Я просто не буду вам говорить, то есть, что все плохо, все плохо, это хуйня. Будем говорить конкретно, что будет сделано. Значит, во-первых, в течение недели мы доделаем сайт, он, собственно, должен был быть готов сегодня к нашей жабе. Ну, видимо, сейчас, секунду. Сейчас я вам дам ссылочку, посмотрите, как это будет выглядеть. В канале ТС. Вот так будет выглядеть наш сайт. Примерно. Ну, естественно, это еще не наделано. Значит, основной смысл. Бля, ну не знаю, ребят. У меня только что открылся. Значит, вы повесили сервис. Поздравляю. Все полезли смотреть. Значит, смысл создания сайта в чем? Во-первых, это имидж. Потому что наш сайт, который сейчас висит, откровенно говоря, он красивый, но не выполняет никакой функции. Значит, основная фишка в том, что у нас готова новая регистрация в TeamSpeak, которая не позволяет шпионам заходить под чужими именами. То есть, ты не сможешь регистрируться под чужим именем и под чужим паскеем. Далее у нас готов джабер, который будет обязателен к использованию вообще всем. То есть, за неиспользование будет просто кикс карпы сразу. И третий момент – это статистика. Статистика будет разная. Во-первых, это статистика о том, какие корпорации карибасят, где они это делают и сколько они это делают. Во-вторых, будет учет активных мемберов, которые логинятся каждый день, летают или не летают. И третье – это будет статистика, которая показывает, сколько людей от каждой корпорации летает на КТА. Соответственно, неактивные корпорации будут просто кикнуты. Будет это сделано… Ну, опять же, вот сайт мы сейчас прикрутим и все быстренько сделаем. То есть, статистика будет собираться месяц. За это время у нас будет достаточно КТА, чтобы собрать данную статистику. Я думаю, вы понимаете, что… Ну… Вот как-то так. Значит, вот мне тут скинули файлик с нашей посещаемостью. С… Сейчас скажу. Вот у меня есть статистика с 23-го, 10-го по 28-ое, 10-ое. Вот было несколько КТА. И среднее количество мемберов на КТА. Ну, короче говоря, чтобы все не перечислять, у большинства корпораций число не превышает 3. На некоторые КТА от некоторых корпораций вообще 0. В частности, из 8 КТА корпорация «Ковчег» проигнорила 5. Без комментариев. Также можно сказать про другие корпорации. Ряд машин… У них средний… Средний балл 0,5. Они дальневосточники, и мы с ними расстанемся. Ребята, извините, но ваш ЦЕЛ даже на советы не ходил, аргументируя тем, что ему поздно вставать. Это несерьезно. Я думаю, что вам просто надо выбрать другой альянс, который летает в другую таймзону, не более того. Далее. Корп-системы. Корп-системы будут пересмотрены. Как показывает практика, чем больше людям даёшь, чем меньше ставишь рамок, ограничений, тем больше вероятность того, что они забьют хуй на то, что тебе нужно, забьют хуй на альянс и не пойдут на КТА. В связи с этим, господа, системы будут урезаны. Как изначально было спланировано, одна хорошая система на корпорации. И всё. Значит, готовьтесь. Список будет как только, так сразу. Далее. Да, остальное ситизеном, остальное мы сдадим. Кстати, насчёт сайта. Вы... Так долго у нас были... Была некая, можно так сказать, вонь на тему того, куда уходят диски и эти футы, блядь, диски. Ибэй и всё прочее. Так вот, возможность посмотреть, откуда они приходят, у вас будет. И посмотреть количество. Ну, точнее, у директоров будет. Естественно, без ников, естественно, без указания систем. Ну, то есть, статистика будет полной, но общий доступ будет не ко всему. Это логично. Вот. Но, тем не менее, посмотреть, сколько мы реально собираем, вы сможете. Далее. Значит, что будет ещё сделано? А, во-первых, мы полностью откажемся от закупки титанов через маркет. Это бессмысленно и это стоит очень много денег. За этот месяц я купил 4 аватара и каждый из них стоил 60+. То есть, скажем так, 3 за 80, 2 за 60. Сами посчитайте, сколько мне это стоило. Вы скидывались, наши союзники давали денег. Причём я не имею в виду ДЧ и ВН. У нас ИПС скидывали деньги и прочее, прочее. Соответственно, что это значит для вас и для корпораций? Будут выдаваться финансы? Значит, будет. Я не знаю. Либо как-то, если будет решён вопрос с альянсом БПО, если мы решим закупить альянсу БПО, будет сделана корпорация с заоченными БПОшками, БПОшками, куда каждая корпорация, которая что-либо вообще строит, если такой вариант мы сделаем с закупками БПО, каждая корпорация перейдёт своих строителей и будет строить титаны все вместе на альянс. Соответственно, что значит на альянс? Это значит, что если вы строите титан, альянс его строит за свои средства полностью, закупают миники и прочее, от вас нужны будут только чары, и этот титан опять же получите вы. Альянс и БПО означают, что доступ к ним будет только у меня и, наверное, у скотёнка, ну или у того, кто будет этим заниматься. И они будут заочены, их никто не спидит. Ваши личные БПО мы трогать не будем. Просто, чтобы вы понимали. Далее. Что ещё будет сделано? Значит, сейчас, ребят, меня просто отвлекают, я дико извиняюсь, начинает Аська разрываться. Просьба, я понимаю, что у вас очень много вопросов, не надо писать мне Васю, вы всё, по мере, будет время задать вопросы, по мере, так сказать, моих высказываний, потому что иначе начинают мысли путаться, я чём-нибудь забуду. Это не очень хорошо. Далее. Пока я не забыл, значит, было обсуждение, обсуждали, что делать с текущим положением дел. Значит, пока не заработает наша статистика, как я сказал, статистика будет собираться месяц. Месяц, это долго, у нас сейчас нет ни единого дня. Значит, возвращаясь к тому, что как бы нас стакуют на три фронта, мы сейчас будем защищаться, жёстко. Это значит, что большинство таймеров будет выводиться на ДТ, чтобы наши дорогие ААА, у которых якобы хорошая EU таймзона и хорошая US таймзона прилетали убиваться об структуры в ДТ. Они это очень любят, летать за три звезды и бить структурки, но вот пускай почувствуют, что это такое. Если они попробуют дёрнуть супера, супера мы им нагнём. И они это прекрасно знают. Исходя из вот этого, из того, что нас всё-таки атакуют на три фронта, значит, сейчас, в течение этого месяца, каждая корпорация на КТА будет обязана выставлять минимум пять человек. Это число, которое позволит нам собирать спокойно флит-120. И с таким фотом, с логистами, мы уже сможем работать, не заморачиваясь, почему у нас фот 80 и два логиста во фоте. Далее, как я сказал, будем смотреть по статистике. Кто не придёт, до свидания. Компенсации у нас будут выплачены, компенсации у нас работают, логисты у нас и выдаются новые, абсолютно зафиченные, готовые. Скорее всего, с компенсациями бидону будет то же самое, будет выдаваться новый шип, чтобы не ебали мозги и прочее, прочее. Значит, пять человек имеется не в ДТ, в ДТ мы выводим таймеры, чтобы люди ебались со структурами. Когда нам надо будет защищать таймер, мы будем собираться на наш премьер-таймер. Ну, смысл, я думаю, что на самом деле это было понятно. Далее, значит, что сейчас нужно сделать конкретно? Ну, очевидно, что нужна явка, ребят, я не знаю, вот, с чем связано то, что вот здесь сидит как минимум сто человек, которые не хотят сейчас пойти на КТА, хотя у нас верх выходит. Может быть, вы заебались, может быть, вы не понимаете, зачем это делается вообще все. Если вы не понимаете, я вам объясню. Я, по-моему, уже не раз говорил, что в принципе эту войну Ред Альянс начал просто потому, что нам надо было с кем-то воевать. Вы были заебаны, я был заебан очень сильно, как бы, вы могли прекрасно понять и увидеть, что я практически перестал летать. это связано прежде всего с Реалом. Ну вот, вот так оно есть, но, тем не менее, сейчас у нас есть команда как бы молодых и перспективных командиров. У нас есть Еркин, который водит роуминги, у нас есть Аквитан, который начал водить КТА. Ему будет помогать МРББ. Опять же, есть котенок, которого то любите, то не любите, но, тем не менее, он выполняет очень важную работу и я бы не рекомендовал его так сильно троллить, как это вы делаете, на самом деле. У него есть свои миусы, но, тем не менее, человек работает и надо это уважать. То есть, на самом деле, сейчас идет, вот прямо сейчас идет процесс создания команды, которая действительно опять будет тащить наш доблестный альянс. я сейчас лично сам занимаюсь, вы этого, естественно, не видите, поэтому у вас вопросы, где доджор. Я занимаюсь координацией союзниками, я занимаюсь политикой, я занимаюсь тратой денег и в принципе к глобальным планированию того, что мы будем делать. То есть, водить вас пока будут другие люди, потому что у меня просто не хватает времени. Если будет возможность, я буду делать это сам. Несмотря на все мои эмо-высеры, я думаю, вы прекрасно понимаете, что летать мне с вами очень нравится, и если бы мне это не нравилось, я бы это и уже давно не делал. Но раз я прихожу на КТА, значит, что-то в этом есть, поверьте мне. Собственно, вот, значит, как я сказал, у нас сейчас есть команда, которая будет работать. То есть, от вас нужно, ребята, от всех вас, от каждого нужно просто, чтобы вы ходили на КТА. Значит, было предложение отменить цветовую схему по КТА, то есть, отменить красное, желтое, зеленое. Но я думаю, что этого делать не буду, по одной простой причине, вы должны понимать, когда, как бы, если мы пишем красное КТА, вы должны, блядь, все бросить вообще, встать ночью и прийти на это КТА, потому что это действительно важно. Вот, вы могли заметить, мы уже проебали несколько верфей, хорошо, что там ничего не строилось, скажем так, или там мазер строился, я не помню, но в общем, хуйня. Проебали мы их по двум причинам, первое, то, что люди не смогли настроить поз, таймер, или там стронцы недостаточно лежало, я не знаю, но тем не менее, факт есть факт, вот, случилась такая хуйня, и то, что у нас ночью никто не пришел. Я не буду сейчас вас упрекать за то, что вы не пришли ночью, потому что мораль в Альянсе низкая, и в 5 утра никто в будний день вставать не хочет. Ребят, но вопрос как бы прямой, вы хотите летать на Мазерах и Титанах, тогда надо их защищать, потому что, как я сказал, покупать мы больше ничего не будем, это бессмысленно, мы отдаем людям лишние деньги, которые нам самим бы весьма пригодились на развитие Альянса. То есть, основная мысль последних 5 минут это то, что вам нужно летать на КТА. Два Титана мы компенсируем, это вопрос времени, а они просто еще не достроились. Далее, вот Херонг упомянул про формат, значит, что будет с форматом. Сейчас у вас есть скотенок там месяц, по-моему, написал, но месяц это не серьезно, я даю вам две недели докачать Т2 артиллерию. Я знаю, что многие люди просто не захотели ее качать, аргументируя тем, что мета-три пушки компенсируется, зачем нам качать Т2 и тратить все время. Господа, у нас есть четкий стандарт. Абадоны с Т2 пушками. Это значит, что Т2 пушки выдают минимум на 20% ДПС больше, чем мета-три. А это минимум разница убитый батл или не убитый батл. Значит, сейчас вам нужно докачать Т2 артиллерию и дальше мы будем качаться на Хелкеты. Хелкеты это пульс-бидон и пандемиков. Они адекватно работают против любой цели. Особенно против того, что используется сейчас с Т3 ПАА. Шилд-формат мы пока использовать не будем. Время его прокачать у нас будет. Но сейчас мы будем использовать артибидоны и Хелкетс. Хелкетс надо будет прокачать ну давайте полтора месяца с этого момента. Скажем так. Это будет в Али Мыли. Это будет официально. И кто не помнит, что такое Хелкетс, это пульс Абадона. Полтора месяца на это. То есть у вас должна быть за это время, за полтора месяца у вас должна быть два артиллерия который останется основным форматом и сразу после нее вы будете качать пульс бидоны. Через полтора месяца мы посмотрим что у вас получится. Значит через две недели мы прекращаем компенсировать бидоны с мета-три пушками. Прокачать Т2 артиллерию за две недели вполне, если у вас Т1 прокачан. Пульсы Т2 обязательно. Да, пульсы Т2 естественно, только Т2. надо увеличить на полмесяца как минимум оба срока. Тихо. Значит, еще раз повторюсь, кто не понял, две недели у вас на прокачку Т2 артиллерии. Может быть, чуть-чуть удлиним мы срок, если посмотрим, сколько там надо качать. Может быть, будет три недели. Смысл в том, что объявление о прекращении компенсации будет заранее. просто скотенок вам дал месяц, это, я считаю, маловато. В смысле, многовато. Просто имейте в виду, что это будет сделано. А там посмотрим. Так, далее. Значит, ребят, теперь я вам объясню, зачем мы и почему все это делаем. по-моему, я уже даже сегодня говорил вам о том, что мы начали эту войну в принципе для того, чтобы постреляться. Так получилось, что райдены и анцедоты съебали. Вы чего они это сделали? Видимо, заебались пилить структурки. Можно как бы говорить о том, что нас опять типа втянули в войну, которая никому нахуй не нужна и прочее, прочее. Я считаю, что это не совсем так. Вступая в эту войну, мы хотели воевать. В принципе, мы это получили. У нас сейчас войны до хера, скажем так. Вот та ситуация, которая сложилась сейчас, означает, что в принципе война будет продолжаться еще достаточно долго. Я думаю, минимум до патча, что будет после патча. Вообще, в душе не было. Значит, есть, как бы, ну, подумав, да, насчет, какие планы могут быть у врагов, получается, что сейчас курс коалиции работает на тему зачистки наших клаймов и наших бриджей в скалдинг пассе. Для нас это означает, что если скалдинг пасс будет потерян, иниты начнут атаку на именсию, потому что они понимают, что как бы без скалдинг пасса защищать ее сложно. у нас просто сейчас бриджей нет в обход, ну, точнее, они есть, но там все равно нужны промежутки. То есть, если мы потеряем скалдинг пасс, если мы не будем ходить на защиту хабов, то будет атака инициативов на менсию. Я не удивлюсь, и я думаю, что вы тоже, если курс коалиции в этом поможет. Далее, ААА сейчас сконцентрируется на зачистке кетча. Я думаю, что у них это не получится, я думаю, что в одной из их выебут, потому что без блоба Роуф и Стейнов Трипл из себя ничего не представляет, и скилл у них весьма не торт. К сожалению, он менее не торт, чем у нас, но тем не менее. Одновременно с этим Роу и Стейн Эмпайр сосредоточатся на оместе, и часть этих Нерифис куда допрыгиваете там. Нерифис, если кто не знает, такой регион, который по факту разделен пополам. И во вторую половину ты не допрыгнешь вообще никак. И в принципе Трипл этим пользуется. Там есть система С3, есть система 46 ДП, это две ключевые точки. Одна из них у нас, одна из них у них. Соответственно, в ближайшем времени будут битвы за этот спейс, скажем так. Далее, что я хотел сказать еще. А, в связи с этим, что мы будем делать в глобальном плане. Значит, сейчас мы будем, вот мы разберемся с этим всем ганом, с верфями. У меня есть, сейчас уже есть шпионы во всех практически альянсах. И Курс Коалиции, и Трипл Аэй, и Роу, и Стейн Эмпайр даже. Они так хвастались тем, что к ним нельзя завести шпиона, что я решил попробовать. Вот. То есть, соответственно, информация обо всех их опциях, обо всех действиях будет у нас иметься. Соответственно, это значит, что мы будем их фото просто контрить на момент загона посов, а не на выход таймера. Либо мы будем им давать загонять структуры и выводить их на ДТ, чтобы люди летали и получали фан. как бы делает, то есть, все зависит, все будет зависеть от того, есть ли время у наших фриткомов. Как я сказал, сейчас появился команда людей, которые будут водить флоты. если будут люди, которые захотят присоединиться к этой команде, проблем не будет. Значит, этим людям будут выдаваться плексы и компенсироваться абсолютно все шипы, которые, в том числе, если человек флитком вводит роуминг, ему будут компенсироваться его сливы и выдаваться плексы на проплату таймкодов. Ну, выполним. Соответственно, если кто-то захочет присоединиться, welcome. Значит, что это значит для мемберов? Это значит, что и это вот как раз я подхожу к теме джаббера, тем, что вам надо обладать информацией о том о сборах, оперативной информации и быть готовым залогиниться. Для этого мы как бы вводим джаббер. джаббер это аська, только более, скажем, более защищенная, более удобная с чатами и прочим-прочим. Как только будет готов сайт и как только будет регистрация по опи-ключам, по новым, кстати, опи-ключам, вам надо будет каждому поставить джаббер. У тех, у кого андроид на телефоне или там, я не знаю, джаббер есть и для мобильных телефонов и надо будет его тоже поставить. Основной смысл в том, что в джаббере будет рассылка. Мы будем посылать рассылку на экстренный логин, в том числе и суперов и будем, соответственно, логиниться. Кстати, зайдите еще раз по ссылке. Забойко обновил сайт. Ссылка в канале. Значит, далее у всех, значит, далее по суперкапам. Как вы могли заметить, в последнее время у нас, в частности, давайте вы откровитесь, говорить прямо после слива семи титанов. У нас вообще явка умерла просто по суперам. Блять, опять выранили сайт. Ладно. Мне это не нравится. Значит, было выдано, мы посмотрели по форуму 29 мазеров. Значит, если пилоты, которые не летают на этих мазерах, будут дальше на них не летать, мазера мы у них заберем. Потому что это мазеры альянсовые. Я понимаю, что фит вы покупали сами, фит мы вам компенсируем, но мазера у вас не будет. Потому что я выдавал их не для того, чтобы люди уходили в неактив и вместе с супером. Блять, еще раз убедительная просьба. Не писать мне Ваську. Не надо этого делать. Значит, блять, я вам не сказал в итоге самого важного. Значит, наш план на ближайшее будущее по-глобальному. Мы сейчас разберемся вот со всей этой херней, которая у нас происходит в домашних регионах. Конкретно действия по корпорациям будут приняты в ближайшие две недели. Я буду разговаривать с каждым целом на тему, что я делаю. Некоторые корпорации будут объединены, мелкие, некоторые корпорации будут кикнуты просто в течение буквально недели. Значит, всех неактивных мемберов я буду давить на директоров, чтобы все неактивные мемберы, которые не ходят на ПТА, будут кикнуты. Далее, по тактике мы оставим мы, скажем так, некоторые регионы мы отдадим, либо будем прилетать на последние таймеры в ДТ ближе к выходным и будем одновременно с этим контрить вражеские фото на стадии формирования. Вот это то, что мы будем делать в ближайшее время. Про все остальное я, в принципе, вам сказал. Что не сказал, сейчас уже не помню в любом случае. Просьба цена джаммера, ребята, выключите в 3H5 чей там пост, потому что там не мой пост в 100%. Ну, в принципе, все. Все остальное, как бы, то, что я не сказал, если что-то забыл, выложу на форум. Теперь переходим сейчас я сделаю скриншот. Те, кто сейчас был, нажали. Потом сравним с теми, кто был на КТА. на КТА. Когда работа выходят срочно, смотрите, как канал падает. Бу-гага, 10 человек съебались. Охуеть, только ники-то записаны вообще, ну ладно, как бы. Все, ребят, переходим в канал выше, и у нас есть еще цели для выполнения.